Ребята, сейчас у меня будет собеседование на вакансию менеджера по продажам. Немножко вам покажу, как я работаю. Вот из 10, например, сделок, сколько вам приходилось таким убеждением их закрывать? Может, одну из 10. Хорошо. В принципе, у меня вопросов к вам больше не осталось. Как я уже говорила по резюме и по анкете, мне, в принципе, все было понятно, исходя из опыта. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне на этом этапе, вы можете задать. Следующий этап у нас будет. Я передам результаты нашей встречи руководителю. И о его решении, положительном либо отрицательном, я непосредственно вам сегодня уже сообщу. Главная черта, которую должен обладать менеджер по продажам, которого выбираю я. Я не знаю, как другие рекрутеры, но я выбираю только тех, кто обладает внутренней уверенностью в себе. Я, если чувствую эту уверенность в человеке, эту энергию уверенности, я дальше его рассматриваю. Если я не чувствую, я даже не беру этого кандидата. Я сейчас сижу в школе, мне нужно получить пароль от электронного дневника Милены. Жду пока секретаря. Сейчас, ребята, иду, представляете, и там на переходе, в общем, ушел парень. Машина его не пропустила. В общем, парень идет, и машина едет. Он такой показывает ему, типа, ты что, куда ты едешь-то? Такое ощущение, что человек сидел слепой вообще. Человек переходит дорогу на пешеходном переходе, а этот едет. Опасно. Все равно надо останавливаться и смотреть, чтобы никто не ехал, даже здесь. Дурачков, вон, хватает. Кто-то из соседей переезжает, по всей видимости, потому что вещи грузят. Так, вот, ребята, смотрите, как выглядит этот почкомат. Здесь можно все заказывать и получать свои посылки. Вот таких вот размеров. Сейчас, ребята, ходила, искала я этот обменный пункт. Мне надо было там валюту поменять. В общем, отдельной вывески нет у этого, где написано «Кантор». Это мне в банке девочка подсказала, что там выгоднее поменять. Я поменяла. В общем, я искала, и там уже в парикмахерской... Я заглянула в парикмахерскую, она спрашивает, что Паня шукает. Я говорю, что мне «Кантор» нужен. Она говорит, да вам. Она говорит, я смотрю, Паня уже несколько раз мимо прошла. В общем, она мне показала, где под балконом находится этот «Кантор». У нас, можно сказать, весна, поэтому я сегодня одела уже весеннюю обувь. Достала, потому что я пошла в зимние. Ну, в общем, знаете как? Я привыкла, что если это февраль, значит это холодно. Если это январь, значит это холодно. Никак не могу раздеться. Поэтому сегодня плюнула, оделась, и все, и мне классно. Потому что на улице плюс шесть, а моя куртка рассчитана на минус пятнадцать, как минимум. Вот, смотрите, я сейчас открыла электронный дневник Милены, зашла туда по логину и паролю, которую мне сегодня дала директор. Вот предметы и вот оценки. То есть это те отметки, которые уже Милена успела получить во втором периоде. Как видите, у нее шестерки и пятерки. Здесь шестибальная идет система. То есть шестерка – это вообще наивысший балл, наверное. Может быть, как у нас, пять с плюсом. Вот как-то так. Сейчас сходила в книжный магазин. Купила мне там, нужно было купить, в общем. Дырокол, еще папок для документов. И я купила еще алфавит. И вот видите, у меня в руке палка. Наконец-то. Просто рядом магазины находятся. Я же говорю, не было времени, чтобы зайти и купить. Сейчас я все купила. Иду за Миленой в школу. Вон, в школу, видно там. Вот она, школа. Иду в школу. А потом мы с Миленой, наверное, пойдем в гости. Нас снова пригласили. Я взяла с собой попкорн, который нужно готовить в микроволновке, чтобы девчонки могли себе сделать. Миленой в школу. Все, мы с Миленой уже пришли домой с гостей. У нас 4 часа. Значит, показываю, что я купила в этом книжном магазине. В общем, это алфавит. А здесь можно писать маркером, тренироваться и стирать. Как раз Милена будет писать. Вот они сейчас там с Аллой рисовали. Дырокол. Потому что мне нужен у Милены английский язык. И очень часто домашние задания нужно распечатывать. И чтобы мне все папочку вот в этом соединять. Я купила еще такие папочки. Я вам показывала уже. Купила еще файлики. И дырокол. Чтобы мне туда сшивать ей по английскому языку все вот эти ее задания. А сейчас... Ой, Милена, ты что такая лохматая? Шапку сняла. После шапки? Или после бесежа с детками? Нет, после шапки. Ладно. Итак. Сейчас я буду проверять, налезет ли моя палка к швабре. Тащи сюда все. Окей. Вот она моя швабра поломанная. Бедненькая. Нужно откринчить. И эту вставить. Ой. Так. О, супер. Все. Теперь можно мыть полы. А то завтра гости придут. А полы не мытые. Непорядок. Так что вот. Сейчас мне звонила моя вот эта знакомая. Мы с ней, ну вот сейчас были в гостях. И я ей попросила. Говорю, позвони, пожалуйста, в Араш. И спроси, какие условия и так далее. То есть она меня понимает, то, о чем я говорю. В общем, она позвонила и сказала, что вообще нет никаких проблем. Что вы можете просто, говорит, прийти в салон. Взять с собой ПСЛ, умовую операцию. Кабель у нас подведен сюда, в эту квартиру. И можно заключить на один год. Но будет немножко дороже. То есть не 60, а 70 злотых будет стоить. Вот. И потом можно будет продлить договор уже на другом месте, где мы будем, например, жить. То есть это все можно делать. Я не понимаю, или это из-за того, что продавец был новенький, я не знала. Или из-за того, что вот этот язык, знаете, вот. Ну как, я приехала, всего там 5 дней пробыла. И, естественно, я ничего вообще не понимала, что мне говорят. Это сейчас я уже могу более-менее немножко что-то объяснить и понимать. Да. Вот. Поэтому проблем никаких нет. Я надеюсь, что завтра мы пойдем в офис Orange для того, чтобы заключить с ними договор. Чтобы нам все-таки сделали беспроводной кабельный интернет. Сейчас ребята Милена испробуют нашу новую швабру. Новую палку. А то завтра к нам в гости придут полы, надо помыть. Ребята, Милена никак не может дождаться, чтобы наконец-таки очистить этот аквариум. Чтобы сделать там что? Террариум. Террариум. Аквариум террариум. За ним не нужен будет такой уход, как за рыбками. Никто не пострадает. Поэтому мы решили его все-таки, поскольку мы его купили, использовать по назначению. Так что, ребята, мы сейчас будем выкачивать с него воду, мыть и подготавливать укладки грунта и разных элементов, которые нам понадобятся в нашем террариуме, чтобы там развелась какая-то живность. Музыка Все. Мы с Миленой поработали. Теперь у нас чистый аквариум ждет своего наполнения всякими разными зелеными живыми штуками. Ну, там, я говорила уже, мох, коряги всякие там, камушки те же самые.